андрей гульцев уважаемые наши телезрители в программе синие страницы новые времена прямо таки так с юго-запада франции из города героя биориц андрей еще раз приветствую я просто тебя перебью чтобы далеко сейчас не заехать и уйти из темы в свое время если я не ошибаюсь это то ли 90 то ли 89 год с раком тогда мэром парижа познакомил собчака как ты думаешь кто да я организовал первый визит собчака в париж это были вот в эти годы я точно уже не помню при том я находился тогда в париже со стороны ну как депутат ленинградского городского совета народных депутатов со стороны мэрии мэрии тогда линсовета уже в петербурге это организовывал помощник собчака по международной деятельности владимир владимирович путин и вот мы организовывали это визит и когда собчак приехал в париж была встреча в мэрии там широком слангом министром культуры естественно в ему не ты юнеско там и так далее так далее набор был джентльменский но это послужило тогда вот такому большому большом сближением я тоже сейчас это вспоминают большую лишь как эти корни парижские переплетаются захватывают я видела для были с ним доверительные разговоры да конечно конечно а вот о чем он думал тогда вот он предполагал что в девяносто девятом году это ведь тоже сейчас связка будет между девяносто девятом году он 12 сентября если не ошибаюсь или 13 вернулся в санкт-петербург тогда и 13 вышла первая программа синие страницы ночной разговор где он в течение двух часов в прямом эфире отвечал на мои вопросы и это тогда было его первое появление на телевидении столь большое и обширное после собственно этой вынужденной иммиграции ну вот как бы то есть и я говорю к чему делаем то все возвращаемся он говорит нет 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 сейчас президентские выборы и горит володя назначил меня в принципе как бы то есть это еще не официально но начальником штаба по северо-западному региону и я улетаю в калининград значит сейчас в москву потом в калининград игра мне с вами лететь вот ну нет как бы приедешь потом в аэропорт встретишь может быть по старой памяти якобы заодно можно сказать был его водителем иногда частенько и в питере подвозил ну вот заодно может за людмилой заедешь и это самое и заберешь меня из аэропорта ну и все и в результате он в калининграде умер и и оттуда только уже уже как бы только гроб привезли вот а я посмотрев на все это и то есть а какое-то время еще оставался россии но пока был собчак которого я к тому времени знал уже хорошо и который мне нравился как политика то есть я вроде еще может быть как-то видел мое будущее остаться остаться в россии хотя совершенно непонятно в каком качестве вот но когда он умер и когда я послушал первый указ президента после после выборов семью не трогать то есть вот тут я понял что нужно в очередной раз собирать чемодан убежать вот такое было моё девятимесячное пребывание второе в россии когда ну то есть понадобилось как для рождения ребенка ровно девять месяцев чтобы понять что все таки видимо видимо моя жизнь не возвращаться в россию а так оставаться во франции многие в интернете публикую какие-то материалы связывают тебя с действующим офицером российских спецслужб как говорится иван петрович вы разведчик знаете ли петь это скажи пожалуйста как на это ты реагируешь видишь ли юрий ну естественно как бы когда связанные со спецслужбами когда я работал в закрытой конторе когда мы сажали дуран все мы давали подписку все мы встречаем это еще в советском союзе нам и дома встречались какая-то